друзья всех приветствую на нашем канале сегодня серия которая посвящена нашему зиламану и нашему второму зилку который мы тоже приобрели воинской части сегодня мы займемся их запуском их перестановкой то есть нужно нам навести порядок с этими машинами чтобы они стояли аккуратно и ждали своей очереди этот зил нам нужно еще в целом запустить его вообще никто не запускал и неизвестно что и как с ним но этот же естественно выполнил работу порученную ему тяжелую тяжелую работу по притаскиванию второго зила справился он с ней но отлично я считаю да было тяжело средняя скорость 25 километров в час расход в районе 80 литров на сотню но это его все равно не остановило так что сейчас будем запускать и ставить их на место а а а а а а а а а ну что ж друзья навели бы немножко порядок на базе на нашей расставили машины всем нашлось свое место и и теперь это выглядит примерно так здесь стоит урал здесь зилок чуть дальше стоит трактор с этой же стороны краз поперек шишига камаз и зил на той стороне все теперь достаточно плотно но тем не менее все машины находятся в одном поле зрения и это хорошо кстати я заказал видеонаблюдение скоро на нашем гараже будет и комплект видеонаблюдения который будет нам позволять следить за тем чтобы никто здесь ничего не уворовал это все мы сделали вчера но сегодня я хотел бы немного рассказать вам про наши зилки про то как мы купили сколько это нам обошлось что мы планируем делать одним словом немножко отвечу на основные ваши вопросы которые вы постоянно задаете мне в комментариях итак зил 131 который находится на заднем плане он у нас 79 года выпуска и пробег у него по официальным документам документам из воинской части составляет 2800 километров что в принципе совпадает с одометром на этом зилке на нем стоят пломбы и наверное это так и есть вот частично он использовался он уже покрашен камуфляж такой своеобразный сегодня естественно я вас познакомлю ближе с его состоянием посмотрим расскажу для чего он покупался и во сколько нам обошелся пригон в целом двух зилов для тех кто недавно присоединился к нам и кто смотрит это видео впервые спешу сообщить что видео по пригону появится вот здесь чуть выше вы сможете кликнуть и пройти ну а для тех кто давно уже смотрит как вы догадались на этот зил мы будем ставить двигатель man двигатель который будет тащить этот зилок очень очень классно естественно мы столкнемся с тучей проблем с установкой этого мотора это то что он не будет сюда остановиться не будет влазить но проблемы которые будут поступать к нам будем решать померя их поступления как вы понимаете естественно мы не загоним этот зил в сто и не будем снимать какие-то там прогоны там знаете проводке камерой как это все делается естественно это будет немного включая нашим включая нашего канала то есть более подробно И не совсем более интересно Интересно, когда это все делается в одну серию Ставили мотор, погнали, попробовали Но, к сожалению, такого контента мы не можем себе позволить Будем делать все своими руками И снимать по мере возможности что-то интересное Что вам будет в будущем пригождаться Или как-то поможет вам с вашей покупкой Или вам с вашим свапом Что ж, как вы заметили, ЗИЛ у нас в старом кузове Старый кузов это раздельные фары и поворотники Которые одновременно являются и габаритами В новой же модели идет совместная такая вот здесь форма крыла Если вы будете присматривать, вы заметите это сразу Данный ЗИЛ, по словам всех бывалых Отличается более толстым металлом Более надежным, крепким металлом Также еще одна отличительная особенность этого ЗИЛа Это привод всех механизмов, которые устанавливаются в переднюю часть бампера Например, в нашем случае это лебедка Еще это мог быть генератор Здесь кардан идет с подвесным на привод лебедки У ЗИЛа нового образца идет сплошной длинный кардан И который иногда периодически гнется Это бывает и встречается такое Но в этом более надежно сделано ЗИЛ у нас сохранился вполне достойно Вы можете наблюдать, что ржавчина на нем практически отсутствует Я уже молчу про какую-то гниль или дыры в кузове Если мы заглянем сюда, даже на эти части Здесь полностью живое железо Да, оно немножко такое есть с ржавчиной Но вы же понимаете, что это нельзя назвать ржавчину Самое больное место у нас здесь Допустим, во всех делах Но здесь можно долбать отверткой И абсолютно здесь никакого нету гнили Просто поверхностная ржавчина Которую даже, ну, можно смело молотком бить Ничего там не произойдет Вот, в этом ЗИЛе у нас проблема Это сгнил люк Почему? Потому что кто-то лазил по крыше Вдавили крышу Там стояла вода И затекала именно вот в этот люк Рядом люк, стоящий в идеальном состоянии А тот именно там было прогнуто И вы видите следы тоже вот Затекавшие сюда на обшивку воды Вот, ну, а так ЗИЛок Многие из вас скажут Ой, у него пробег 15 тысяч Потому что сиденья Но дело в том, что Вот эти сиденья, они Если стоит машина на солнце Просто-напросто лопаются Вот, и как вы видите Вот обычно здесь Если ЗИЛ стоит на улице на хранении Ставят такие картонки Которые закрывают Но здесь даже нету следов Обычно такие железные штучки Которые держат картонки А здесь ни на одном стекле этого нету Поэтому здесь и выгорели сиденья Они просто-напросто от времени стояния выгорели Этого сиденья вообще не было Но то сиденье кто-то заделал Либо просто его поменяли Почему? Потому что я вижу, что Отличается по цвету выгорание Вот эта часть сиденья и та Та более светлая Но это просто предположение Никто, естественно, этого не знает Обратите внимание подножку То есть никакой гнили абсолютно нету Тот же Кунг Да, он порос мхом Но качество металла И состав металла Он очень хороший Поэтому, соответственно, никакой ржавчины здесь нету Вот он мох Это все от того, что машина стояла Но в целом железо очень-очень крепкое Водительская часть кабины тоже можете наблюдать Очень хорошее состояние В том плане, что я не говорю, что здесь все в идеале Но не забывайте, что машине 41 год Да, получается? Да, 41 год Это очень-очень возраст серьезнейший Вот, но тем не менее Здесь у нас родная краска То есть сохранилась Замки Видите, состояние То есть они в солидоле Хорошее-хорошее состояние Кунг Видите, чуть-чуть облез Но он не гнилой абсолютно Давайте теперь покажу вам внутри Кунг Вот так выглядит внутренняя часть Кунга Для чего вот эти сделаны Открывающиеся дверцы Я не понимаю Кто знает Кто может служил из вас На таком типе техники Пожалуйста, мне напишите в комментариях Чтобы я ориентировался От чего у нас этот Кунг Но вроде как для радиопомех Он был использован Но точно не знаю Вот здесь Такие сделаны Рундуки алюминиевые Для чего? Вот какой-то канат Кувалды Верхушка мачты Вот такие вещи Также Здесь вы можете наблюдать Тоже какие-то стержень Сумка С шоферским инструментом Верхушки стрелы И следы какие-то Вот от непонятно чего Напишите Кто служил на такой теме Напишите Буду очень признателен Что мы имеем снизу? Вы видите Что здесь состояние Очень хорошее Вы можете даже посмотреть Состояние рамы Нигде никакой ржавчины нет Вот Там состояние кабины Вон обратите внимание Все черненькое Красивое Такое аккуратненькое Откуда-то у нас Поплыло масло Вот здесь немного Я не пойму Откуда только Вот наверное Вот с этой крышки Может Не знаю Ну В целом Состояние вот такое У машины Которой 41 год Друзья 41 Это очень много Вот Рама здесь еще В родной краске Вот здесь нижняя часть И подножек ржавая Немного Видите Но абсолютно не гнилые Внутренние карманы Тоже вот Краска шелушится Но состояние Просто железо Очень-очень прочное И качественный состав Именно железа Вот таким вот Обработано Составом Все снизу Кабина вся Вот Двери изнутри Тоже так же Обработаны Но резина Заменена На этом зеле Поставлена Совсем другая Вот так выглядит Лебедка наша Тоже вся Заматана Вот И моторный отсек Сердце Нашего автомобиля Здесь он был частично Растянут Поэтому Уже стоит на Бензонасос Неоригинальный Который тоже Как-то Работает уже Некрасиво Скажу вам честно Все болтается Вот Качество не очень Вот Какая-то Небольшая утечка Масла Там вот Появилась у нас Тоже То ли она была Я точно не помню Мы воврали В таком Это все дело Пригоняли Поэтому Если честно Не помню Вот Но Что порадовало В этой машине То что мы сели И все системы В принципе Запустились Беспроблемно Вот Помучились Да Здесь со свечами Но Воздух Гидроусилитель Тормоза То есть Полностью Все рабочее Без каких-либо Нюансов Не заклинившие Педали Не прилипшее Сцепление Ну то есть Может возникнуть Работающий Компрессор Друзья Это все Нюансы Которые Могут Возникать И часто Возникают При покупке Вот техники Которая Так долго Стояла Наш же Зилок В свою очередь Просто запустился Поехал И доехал 260 Примерно Километров Но 260 километров Вы сами понимаете Это очень Очень серьезный Показатель Для машины Во-первых Такого года Выпуска И для машины Которая Так долго Стояла Музыка 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 первый зил мы оставим уже будет у нас на канале но нам еще предстоит его запустить проверить опробовать запустить все системы и только после этого он будет продаваться вот давайте познакомимся с ним поближе его состояние и его сохран мы сейчас увидим но начинаем из кабины кабина сразу же обратите внимание состояние замков состояние дверей здесь все родной краски даже те же резинки друзья они не попревшие они сохранились родные родные резинки обычно эти резинки все всегда просто в тряпке также боковые панели здесь присутствуют на этом зеле вот такого вида и спешу сразу вам показать отличие этого дела еще это отсутствие огоньков автопоезда видите в этом зеле нету и во всех старых зелах во всех старых зелах вот этого поколения старого с неправильными габаритами которые разделены от основных фар у всех этих зелков нету сигнала автопоезда и в основном именно поэтому у них целые обшивки потолка не прогнившие и хорошем состоянии сами потолки здесь у нас два люка водительский пассажирский ну и состояние салона даже если сравнивать с тем зелом с первым гораздо гораздо лучше 2 200 пробег но вижу стоит спидометр криво и имеются следы вот такие вот видите вскрытие и и пломба стоит непонятная какая-то медная это не заводская пломба вот этот зелок у нас в принципе более такой хороший по салону более хороший по мотору более хороший по ходовой части то есть он очень очень красиво сохранился этот экземпляр здесь вы можете наблюдать крепление для ipad а вот а современный зелок такой вот ну а крепление для чего вот это вот вы напишите мне в комментариях видите состоянии сидений все очень очень суперская вот еще также у нас сохранилась грелка до бак для омывателя видите стекла вот в чехле в таком вот здесь он вешается висел точнее здесь вот так вот ну и в целом вы можете наблюдать состояние педалей и всей машины очень очень хорошая на этом деле даже и не проверял передачи включаются ли ну вроде как нормуль здесь даже какие-то документы карточка машины длительного хранения ну-ка давайте посмотрим вместе с вами так ключ от замка зажигания люка в машин на рулевой колонке нету место хранения zip на машине вид технического обслуживания и проведения никакого ну в общем-то дата изготовления 1976 год ну не знаю как то не совпадает получается да не совпадает аккумуляторные батареи списаны ну странно что здесь получается 76 год указан шоссе 234 604 234 604 но но за года выпуска здесь не указано к сожалению интересно видите так топливная система смазки защитные приставки присадки дата заправки 11 год вот последний раз это все менялась здесь в одиннадцатом году когда он еще стоял на хранении видите топ 15 б дата закладки силикогеля семнадцатый год вот получается в семнадцатом году это было явно последние уже сняли его с хранения он стоял на улице что ж давайте посмотрим раму ну состояние кузова я думаю вам и так видно и понятно что здесь все просто в идеале давайте глянем раму и он тоже в грязи здесь весь но еще вы можете видеть следы от консервации видите на этом делке все полностью за солидоле на здесь заводская окраска на мостах так задняя часть рамы вы видите что она тоже прям ну заводской краски очень хорошем состоянии здесь у нас заменены баки были почему-то не знаю поставлены мятые и не прикручены были вот трещотки все все в солидоле такое вот хорошее состояние они все работают без проблем подводится отводится здесь мы сняли глушитель чтобы его не потерять он тоже заменен был вот но состояние видите сами вот такое примерное видите просто красота пусть хранится дальше моторный отсек этого дела он конечно выглядит чуть получше здесь единственное вояки уже по пшик или серебрянкой блин я этого очень не люблю но выбора у нас все равно не было но таблички все здесь на месте вот они видите то есть они еще даже не отошли не отлупились с этой стороны даже вояки еще и не забрызгали их вот есть которые даже не забрызгались вот единственное здесь сняли все провода по вытянули все внутренности из свечей свечи вкрутили вот такие кривые но он бы какие в общем украли отсюда комплект вот этот вот экранировки и к сожалению у нас его нет но так в целом все здесь в норме также заменен здесь радиатор был но сняли хороший а положили в кунг лопнутый вот но неважно запаяем его будет ходить вот но так в целом все вроде комплектно этот зим мы еще не запускали это нам предстоит еще работа но естественно мы вам покажем как он будет работать запустится ли здесь все системы будет ли здесь работать сцепление это все вопросы которые остаются еще не решенными но мы обязательно это сделаем обязательно вам покажем кунг в этом земле весь был промазан вот этой смазкой такой имеет очень много отсеков непонятных мы их еще не открывали вот я думаю будет интересно это все еще открыть и посмотреть здесь в принципе все открывается мы за решеткой там ничего нет интересно всегда открывать ящички и находить всякое всячину вот наверно опять же силикогель этот хотя не уверен кто знает вот это красный как соль какая-то что это такое напишите задняя часть рамы тоже покажу вам вот такое здесь состояние все в огне просто в огоньке все новенькая кунг кунг в этой машине выглядит вот так какая-то здесь шторка видите было окошки всякие ящички они явно все пустые будут явно будут все пустые столики какие-то видите здесь генератор наверное стоял здесь что-то открывается тут прикольно одним словом ящички выпрямитель аккумулятор бортовая сеть ну в этом кунге конечно здесь столько стояло оборудование прям ужас какой-то сколько его здесь стояло вот окошко шенари интересно достаточно сейчас мы с вами попытаемся открыть отсеки которые не были открыты но а здесь друзья находка а здесь друзья находка какие-то уголки а это забиваются вот так вот сумочка одна здесь уже какая-то приблуда прикольная и пустые сумки здесь какие-то керамические вот эти наконечники еще какая-то штука кабель непонятный кабель кто знает для чего этот кабель можем ли мы его использовать в обычных условиях напишите так теперь самое интересное сняли ли у нас печечку нет а печечка а печечка стоит офигеть дата выпуска друзья 12 75 давайте еще глянем этот отсек он еще на пломбе даже опа опа и здесь тоже полный это что такое у нас пацаны ничего себе веревочки всякие какие-то странные наверняка вы знаете что это такое но я к сожалению не знаю какие-то трубки прикольно ну и вот такие вещи тоже шплинты прикольно так ну что ж друзья в общем вот такой зилок видите даже остался какой-то там комплект какие-то тросики наверняка это нам не пригодится но даже интересно прикоснуться вот к этой истории тем более что вот даже печка та же самая у нас 75 года конечно эмоции переполняют такое знаете не часто увидишь вот но зилок вполне классный я думаю очень достойный экземпляр ваше мнение вы можете написать в комментариях ну еще хотелось вам рассказать то что достаточно тяжело конечно было выбрать машины определиться плюс очень большие расходы мы понесли связанные с перегоном этих машин поскольку сожжено было бензина 230 литров и в целом на поиски было потрачено три раза пришлось ездить в минск два раза на осмотр и один раз чтобы забрать документы уже после того как я оплатил эту покупку вот ну и естественно сопутствующие расходы на топливо на поездку то есть в целом это еще к нашей покупке добавило в районе 300 400 долларов что конечно же очень очень прискорбно вот но сколько в целом обошлось и я вам напишу здесь вы увидите так что продолжаем работать вам же огромное спасибо что посмотрели надеюсь информация которую я вам сегодня рассказал вам понравилось и может быть кто-то из вас как мне часто пишут что вот дима твои видео заставили меня купить зил там или заставили купить камаз я думаю это все-таки хорошая новость что я кого-то мотивирую к действию я кого-то заставляю не сидеть а двигаться ну поэтому еще раз хочу вам пожелать удачи ваших начинаниях работайте старайтесь и все получится вот ну по поводу не очень приятных для меня комментариев я хочу сказать следующее что я работаю очень много я работаю скажем так постоянно я думаю именно результатом моей работы является то что у нас вот останется один зил который мы будем делать с двигателем man вот этот зил естественно останется на канале и естественно он останется у нас уже в нашей семье как остались у нас шишига урал крас и теперь зил ну что ж на этом все вам огромное спасибо что посмотрели желаю вам чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди от души всего наилучшего крепкого здоровья всем спасибо и всем пока 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 пока